Архитектура прошлого Русская культура 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 существовать как некое явление, ограниченное только периметром стен. И предполагается определенный уклад какой-то повседневный. Да, это могло бы быть. С другой стороны, сложно себе представить такую схему проживания в городе, которая вот так динамично меняется. Дерево как строительный материал не слишком долговечно. Хотя при определенных условиях деревянный сруб может существовать несколько столетий. И примеров тому немало на улицах нашего города. Но с каждым годом подобных свидетелей истории давно минувших дней становится все меньше и меньше. Если говорить о том, в каком состоянии проблемы сегодня, поезд ушел. Потому что тот образ, тот облик Рязани, которая была знакома даже вот ныне живущим поколениям, еще каких-то, ну тут сложно сказать, каких-то там 30-40, если больше лет назад, это совсем теперь, наверное, кому-то покажется какой-то ветхостью и древностью такой, что уже столько и не живут. Но на самом деле Рязани очень долго сохраняла именно облик города, провинциального русского города, который в центральной части до середины 20 века сохранялся в формах и объемах 19 столетия. И здесь Дмитрий Юрьевич приводит в пример Томскую область, где к деревянным архитектурным постройкам, как к неотъемлемой части национальной культуры, относятся с особым трепетом. Многие же рязанские памятники городской деревянной культуры теперь можно увидеть разве что на архивных фотографиях. Печальная участь постигла и некоторые постройки, которые еще год назад фотографировала Светлана Крючкова в рамках своего проекта «365 домов Рязани». Теперь ее вполне заслуженно именуют современным летописцем нашего города. Улица Урицкого, дом 62, жилой дом Сазонова, 3-й четверть 19 века. Пример жилого дома периода эклектики, в строгом фасадном декоре которого соединились формы классицизма и стилизованные мотивы народного зодчества. Дом входил в крупное владение, принадлежавшее дворянину Николаю Сергеевичу Сазонову, а затем жене губернского секретаря Марии Сергеевне Туберовской. В начале 20 века дом принадлежал Осипу Антоновичу Ланцу, директору 2-й мужской гимназии. В этом доме жила семья моего деда по маминой линии. И фамилия у него была Крючков. Его родители умерли, а в доме оставалась жить сестра. В итоге, выйдя замуж из военнослужащего и уезжая из Рязани, дом она продала. В этом доме долго жила семья моей хорошей знакомой. Там были светлые комнаты, высокие лепные потолки и дубовый паркет. И ванна на когтистых лапах. В процессе своих прогулок по городу, своих каких-то любительских съемок, обратила на них внимание. Они меня привлекли своим внешним видом, своими какими-то деревянными интересными деталями. И поэтому потом, когда решил делать проект «365», то вспомнил, что такой хорошей, отличной темой будет наша деревянная уходящая Рязань. И что домов у нас много красивых. И «365» я обязательно себе найду. Поэтому решила снимать дома. По признанию Светланы, она не ожидала, что задание, которое сама себе придумала и принялась выполнять, найдет такой отклик в обществе. К тому же знакомство с городскими старожилами увлекло ее не на шутку. Да я даже не знаю, можно ли это выразить в словах. Ну, просто встречалась с ними, здоровалась, спрашивала, как дела. То, что они мне давали, ну, какие-то ощущения старины я представляла, какие люди в них жили, что там происходило. Вот это именно какой-то дух. Не то, что это какое-то общение в словах, а именно ощущение. Дом в русской культуре был не просто жилищем. Наши предки олицетворяли, наделяли его чертами живого существа, точно так же, как явление природы и весь окружающий мир. Возможно, именно отголоски этого традиционного мировоззрения и услышала Светлана во время воплощения своего проекта. Почему такое отношение к дому? Дело все в том, что любой жилой дом, вот такой частный жилой дом, это всегда некое олицетворение, с одной стороны, пожеланий и воли хозяина, то есть заказчика, который строит это все, создает. Это всегда участие, естественно, архитектора, который со своим видением каким-то. И потом, даже если дом переходит из рук в руки и так далее, то есть он накапливает, наверное, некий опыт проживания в нем людей. И формируется определенное отношение действительно к этому пространству, как к тому месту, где человек живет, где ему комфортно, где ему хорошо. И как-то наделяется все это, наверное, да, каким-то там, ну, не знаю, может быть, там, одушевлением каким-то определенным даже. Это все естественно, это понятно. Потому как, ну, даже свою типовую квартиру каждый пытается как-то вот сделать, обустроить так, чтобы она была и комфортной, удобной, уютной и хороша именно для тебя. А уж чего говорить о стенах, которые вот простояли там, допустим, 150 лет, сколько поколений разных прошло через это, через все. И редко такие вещи сейчас встречаются, но бывают дома, в которых действительно живут семьи вот на протяжении нескольких десятилетий. На улице Свободы еще шесть лет назад стоял дом Анжена, Савилия Сергеевича, купца, который построил в Рязани чугунно-литейный завод, ныне Рясельмаш. Дом номер 71 был ярким представителем русского стиля, называемого еще и псевдорусским. Течение сформировавшегося в России в 19 веке и опиравшегося на формы и мотивы национального деревянного зодчества. Теперь все, что от него осталось, это фотографии. Что же представляет собой русский стиль, нам рассказал Александр Дударев. Также этот стиль получился название Ропетовский. Причем, что интересно, где-то в середине 20 века он не совсем был почитаем архитекторами. Его критиковали за излишнюю вычурность, пышность вот этой отделки. И чисто функционально множество вот этих петушков, гребешков подвергались воздействию осадков, и поэтому с домов они очень быстро исчезали. И многие дома даже, которые сейчас сохранились в Рязани, изначально были полностью украшены подобными резными элементами. А сейчас мы, проходя мимо, можем подумать, что это барак 30-40-х годов. Дома в русском стиле очень похожи на сказочные терема, какими их рисуют в мультфильмах. Они восхищают красотой и разнообразием деталей. Но в самом деле, был ли русский стиль в архитектуре традиционным, национальным? Русский стиль, так называемый, он же во многом искусственен. То есть это была придумка архитекторская, вот с использованием каких-то элементов национальной культуры. Это не национальная резьба, это лярюс, так называемый. То есть то, что поднациональное. И, кстати, в свое время архитектора Петрова или Рапета, который всю вот эту, так сказать, обильную, такую в русском стиле декоративности предложил, его же очень ругали за то, что он подменяет истинное народное творчество вот этой вот такой, ну не знаю, клюквой развесистой. Но, тем не менее, в этом, наверное, парадокс, что вот эти постройки в силу своей вычурности, вызывавшие порой неприятие и какое-то такое, может быть, возмущение закономерных современников, в наше время воспринимаются как вот прям какая-то необыкновенная красота. Хотя, если, опять же, думаться, всмотреться, то там действительно можно увидеть, ну, такой, знаете, своего рода тоже кич вот того времени. Проблема столкновения нового, молодого и старого, обреченного не раз встречается на страницах классики. Вспомним «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова или рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки», написанный в стиле литературного импрессионизма. В нем нет четко прослеживаемого сюжета, он соткан из впечатлений, воспоминаний, эмоций. Возможно, это одна из причин, по которым читатель проникает с настроением автора. Усадебная культура на Руси складывалась веками, а разрушилась на удивление быстро. Отличный был домик у силы Иваныча Крылушкина. Домик этот был деревянный, в два этажа. С улицы он казался очень маленьким, всего в три окна, а в самом деле в нем было много помещения. Но он весь выходил одной стороной в двор, а двумя остальными в старый густой сад. Домик этот стоял в глухом переулке у Никите за развалинами огромного старинного боярского дома, в остатках которого помещалось духовное училище, называемое почему-то Мацневским. Отрывок из романа Николая Семеновича Лескова «Житие одной бабы» – описание совершенно обыкновенного для конца XIX века городского дома. Это сегодня нам довольно сложно представить подобную картину во всей полноте. Но интерес рязанцев к истории своего города велик. Свидетельствует об этом и абонемент читального зала библиотеки имени Максима Горького. Спросом, к примеру, пользуются книги, о которых нам рассказала Валерия Яковлева. Тема угасания и в том числе возрождения российской усадьбы в настоящее время очень актуальна. И многие краеведы и наши читатели занимаются этой темой, изучением этой темы. И в том числе обращаются к русской классике, к русской литературе. Потому что усадьбы очень многое описано в произведениях русских классиков, таких как Бунин, Чехов. Несомненно, большое описание с первой по шестой главы мы можем увидеть у Александра Сергеевича Пушкина в Евгении Онегине. Любовь к земле, к родине, к славным людям прошлых поколений, уважение и почтение к истории своей страны и ее народа – одна из характерных черт, присущих русской культуре. Актуальные по сей день, спустя век, проблемы, которые на страницах своих книг поднимают Чехов, Бунин, Пушкин, Лесков, Толстой, не оставляют равнодушными и современных читателей. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Миниатюры Ивана Сергеевича Тургенева известны каждому школьнику. Способность владеть родным языком или культурой речи – одна из самых главных характеристик любого человека. Эту мысль впервые высказал еще Сократ. Народная поговорка «Язык мой, враг мой» уже не один век предостерегает нас от речевой несдержанности. Подумать только, тысячелетиями человек учился произносить звуки, бездну времени потратил на изучение слов, но говорить грамотно учится до сих пор. Мы решили провести небольшой эксперимент на улицах нашего города. Несколько слов, в которых нужно расставить ударение, мы предложили произнести вслух случайным прохожим. «Позвонил, Ил позвонил. А, позвонил, да, позвонил. Баловал. Баловать. 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 Обеспечение. Обеспечение. Так, на «Е». Торты. Торты. А может торты? Нет, нет, торты. Торты. «Красивее». «Красивее». И вручит. «Позвонил. Баловать. Без очков не вижу. Обеспечение. Торты. Красивее». «Вручит или что-то?» «Позвонил». «Позвонил». «Баловать. Обеспечение. Торты. Ой. «Красивее». «Вручит». «Позвонит». «Баловать. Обеспечение. Торты. Красивее. И вручит. Вручит. Не знаю. Владимир Маяковский назвал слово полководцем человеческой силы. И это не случайная метафора. Культура речи – индикатор, по которому можно выверить общую культуру человека. Будьте внимательны к слову, к речи, к родному языку. С вами была я, Марина Комиссарова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok